Комментируем. Только мы наедем над роботом. И вон там, где ребятушки, налево можно... А вот оно, да. А нас уже ждут. Да, спи, с пивом. Да, хорошо, интересно. Что, у вас есть? Да, да, выходим. Как-то мы все оставили. Андрей, машину закрыл? Здравствуйте. Возьмите меня. Здравствуйте, охранник. Удаль. Иди туда вперед. Пропустите ее. Иди вперед. Не спины снимай, всегда впереди. Как я вас понимаю, как вы идёте? Я думаю, что шторки шевеляющиеся. Всё, комментирую. Как называется? Так, нету адреса-то? Здесь у нас живут семья от роботов. Это их собачка. Это их банка. У них собака есть большая. У них собака есть, ещё есть большая. Андрюш, ты самый сильный. Ты из нас самый сильный. Потихонечку дверь открывать. То ли дверь взламывали. То ли дверь взламывали. Видите, внизу отховырят. Сам я потеряла. Я так не ехали, давай. Суши, в коне открывайся. Закрыто. Потом надо пройтись в окна, скучать. Иди, скучи. Пойдём. Пойдёмте. Пойдёмте. Это огород, что-то предполагалось, что-то что-то икутер. Это ты проявила? Нет, там вход один. Место такое, мразкое. И так его загарит. Балки. И еще одна машина. Это что за машина? Автомобиль. Это цикл. Елочки растут. Сосны какие. Не открывают. Спятицы. Как в сказке, ваша мать пришла, молока принесла. Не видно признаки жизни-то. А шторки закрыты. Вот, помогли сделать ремонт. Община постоянно помогала роботам. Вот так вот нас встречают. Сосны. Нет, старыш. Шторки задевают. Нужно шторки, гостин какие-то шторки. Муся. Ваня. Маленький, гостин. Иди, гостин. Валя. Сосны. 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 Валя. Сосны. Три. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok 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 Улица Лесная, 12К1. Пальцы-то в рот несу, ну что ты... Вот теперь облизывай ее. Ай, вот эти комары что. Нам все равно им че есть уходы. Смотри, была серьезная. Они все сломают, а может быть там все нормально, Бог знает. Ну может быть. Хоть она может уставить, когда она против видела. И почему Майван не отвечает? Никогда не отвечает. И что Енаска-то сказала? Будет звонить председателю. А им не может дозвониться? Нет. Вот представляете, родная сестра им не может дозвониться. Да вот там-то и дело. Я хочу... А не, я-то давно оставила. Да давно, она уже давно в городе живет. Еще до Пасхи. В городе она давно живет. Я не знаю, приезжайте. Мы ее сейчас звали, с нами-то поехали. А я ей не буду звать. Далеко, да? А нашу дорогу за гора делить. Мне старшой не велел. А? Старшой не велел, брат. Да. У вас как-то все это наоборот. Что он не видел? Если бы ты должна была поднять со шелута. Если он не идет. Я же тебя только спросила, держит он тебя. Да, я сама бы поехала, если бы у меня были бы деньги. Не велел он тебе. А ты сейчас-то где была? Сейчас я же говорю. У меня соседи просили за детьми приглядеть. А они-то где сами соседи? Соседи вон там вот. Нет, куда они делятся? Что ты должна приглядеть? А, к ним дети приехали с города. Сами не справляются. У меня есть. У меня есть. У меня есть. Он должен вот здесь у тебя быть. У меня коротко просто ведет. Ну так от тебя же это зависит. Короткий, говорит. А язык длинный. Мы должны конкретно узнать, вы нуждаетесь в церкви или нет? Донуждаюсь. Мы зачем приезжать так к вам будем? Трогать вас? Вам нравится эта жизнь? Живите. Никакого общения нет. Чтоб вину нам не ставили. Ни одного нигде нет. И дозвониться не можете нахуй. Не дозвонишься, говорю. Игорь звонит, не дозвонишь. Тут прячутся определенно. Сейчас МЧС вызывает, чтобы найти вас. У вас будут разговоры уже там. И вас живо забреет куда надо. Но вы болтаться не будете. А там вам, говорится, расскажут, как жить надо. Не хотите по верующему? Значит, тогда мир свое возьмет. Мы ничего не можем сделать. Мы имеем наказ от матери. И с матерью, значит, я беседовал. Заботиться о вас. А как за вами? Овца потерянная. Это не потерянная. Бешеная овца. Она не потерянная. Ее найдешь. Она убегает, когда ее ищешь. Она прячется. Это не овца уже. Это давно волчатник какой-то. Овца. Отец увидал, что тут есть. Сразу рванул на пол. Увидел бежать. То есть это все чужие. А пьянец это его друзья. Лукавые. Мать говорила. Пьяные. Девчонки дома. Мужики остаются ночевать чужие. Это вообще безумие полное. Где они? Мы их должны увидеть. Мальчики, они ушли. Рыбачить. Играть в футбол. Рыбачить. А ты знаешь, куда они ходят? В лес. В лесу. Знаешь. Знаешь или нет? Примерно. Далеко? Давай пройдемся. Далеко. Насколько далеко? Дальше, чем до храма. Ни один не позвонил, что церковь. Вы полностью отбились. Вам не нужна церковь. Зачем вам мучиться? Живите, как люди живут. Нормально. По-человечески. А вырастите, тогда посмотрите, быть следующим или нет. Нам это не надо. Не подойдет. Я просто вынужден буду принять какие-то меры. Каждый раз спрашивают, где они? Где они? Мать наказывалась. Никого нет. Это звони. Я хочу ходить в церковь. Я поеду. Обещаю. В следующий раз. Вы понимаете, вы с церковью загнете сразу. Мы понимаем. Мы вам благодарны. С вами такое будет, что... Благодарны. Поэтому мы трубки не берем и прячемся. Вот она благодарность. Хороша благодарность. Мы колотим, колотим. И в окна, и везде ходим. Хотя бы оставили записку. Вот уходит, допустим, где-то Надя. Я нахожусь на бане. Я нахожусь там. Я ухожу, говорю, я ушел на рыбалку. Человек пришел. Вам это не надо. Вы никем не нуждаетесь. Эгоисты. Представьте себе, сколько раз мы вокруг обошли. Во все окна спущали. Соседи всех записали. Это все для интернета будет. Покажем. Как искать надо детей. Ну, Атиханович, давайте прогуляем сюда место рыбалки. Ничего себе. Она говорит далеко. Ну, насколько далеко. Вот она говорит далеко. Мы до нее уже дошли. Это не рыбалка. А что там озеро или что? Река. А какая? Барнаулка. Барнаулка разве тут еще? Да, далеко, говорю. Ну, мы перейдем сейчас. Допустим, мы найдем еще дальше. Не рыбачьте. Что мы можем сказать им? Когда все знают. Картошку копать осенью. И она подсказала. У него простуда. Сопельки потекли. Ваня. Мужчина здоровый. Ты не пришел. А мы уродуемся. У меня спина после операции. Я никаких работаю, чтобы вам что-то дать. А нет никого. Ваня заболел. Понимаете, лукавые-лукавые, лживые дети. Узнаешь, что смотришь, обманул. А я не знал. Не молитесь. То есть, если вы молились, у вас было совсем по-другому. Радость была бы. У вас этого нет. Вы прячетесь, как тараканы. Нас не надо прятаться. У меня времени совсем нету. Десятого. Вот ровно через десяти дней мне будет восемьдесят один год. А я с вами вожаю здесь. Мне зачем это все надо? Я должен узнать, кто из вас желает и будет сейчас... Я желаю. Запрета никакого нет сейчас ходить. Я желаю ходить. Все. Вопросов нет. А остановлю я просто ликвидирую все фонды и на этом конец. У нас большой долг. Игорь Барабаш, комбайн взял. Восемь миллионов. Восемь миллионов. Сколько ваших домов надо? Восемь домов. Восемь домов. Я сейчас бьюсь в дребезду. Везде будут деньги, которые отдал на кого-то снимать, а не лежат. И сразу в дело пустим. У меня разницы нет где, потому что не для себя я это делаю. Я думаю, надо ехать домой. Игнатий Техныч, может мне в следующем воскресенье у нас жимлость растет. Вам провести? Мы сейчас поели уже. А? Может ведиски? А? Ведиски? Нет. Еще нам не надо. У нас зубов нет. Мы пришли узнать, живые вы или нет. Мы пришли домой посмотреть, как вы живете. Ты можешь нас пригласить или нет? Мы видишь сами. Последний раз когда вы были? В храме, но где? В храме? Да, в храме. Еще до пасхи, мальчики. Я в пасху приезжала. А от пасхи уже сорок дней прошло. Уже вознесение. И вас нету. Больше месяца. Потому что полтора месяца у вас нету. Полтора месяца, а их-то еще больше. Уже два. Они не придут. Им это не надо. Да мы не тянем никого. Нам зачем это надо? Я приду. Я следующее воскресенье приду. Обещаю. Ну а ты перед Богом это все помолитесь. Давайте помолимся. Помолимся и мы уходим. Все. Ты понимаешь, ты сразу оказалась без рукавов. Ты на день и никогда больше это не делаешь, чтобы такая в таком виде. Тебе молиться надо, а ты полуголая. Боже, слава тебе. Отец Небесный, мы предстали перед твоим милищем и просим во имя Господа нашего Иисуса Христа и просьбу умершей матери Анастасии. Господи, позаботься об этом доме и в разуме Андрея. Дай ему страх твой святой и детей привлеки их любовью Твоей, чтобы они стремились к детям Божиим, к храму Господню, к священству, к таинству. Благослови этот дом. Не дай им погибнуть окончательно. Найди Ивана, Нестора. Возврати их, Господи их. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. А тетя-то ваша, которая за вас билась, она как-то имеет к вам отношения? Наташа или как-то? Тетя Наталья? Ну. Она нам порой пишет, но она в последнее время против нас очень сильно настроена враждебно. Ну, а чего из-за вас-то? Зачем, если она не верующая, это ей не надо? Да. Насчет этого она и настроена. Она говорила про вас в том числе плохо. Ну, она говорила плохо. Я такой и есть. И мы с ней оборвали связи. Ну, все. А вот тетя, которая... Ну, от того, что она говорила плохо, то я лучше-то не стану. Я и не знаю, что она говорила. В чем я должен справиться? Она говорила хоть? Украл что-то, утащил? Нет. Вот. Говорила, что это все секта. Ну, секта. Дальше это что? Секта. А сектантов-то сегодня больше православных в три раза. По 600 миллионов. Еще куда их? Под нож? К стенке ставить? Ей-то какая разница, кто я? За кого я? Ей не надо. Ей надо, чтобы вы только не были с Богом. А больше ей не надо. А меня она не знает, глаза она не видела. Как она может судить-то? Она ничего не знает. Она кому родня-то? Андрею или матерью? Андрею. Андрею. А кто она ему? Сестра сводная. Ну, от седьмой, говорит, корову удой и тот с водой. Так что, ладно, мы поехали. Спаси Христос вам. Давай. Сделай, как я тебя прошу. Никогда без оковы на народ. Ты разве чужая мне? Ну ладно, с Богом. Иди. Господь с тобой. Умница. Иди. Ты сама знаешь. Твоя мать у меня перед глазами стоит. С тобой были. Мне это ничего не надо. Мне надо одно, чтобы вы были с Богом. Больше мне ничего не надо. Храни тебя Господь. Спаси Христос нас. Простуша, мальчишкам поклон передавай. Скажи, что мы беспокоимся мальчишкам. А ну-ка, останьте рядом все. Алисеевна. 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 Собачка хорошая. Можда даже полностью породистая. Помады здесь не побывали. Да ладно, тебе. Ай, сейчас секунду. Клёш, ты даже дри закричи. Не, не, давай, поляная, не спеши. Всё в развале. Ещё не сделаешь. Видишь как. Отец пьёт. Там вторая собачка, махонькая. Все хлеб зарабатывают. Так, что ключа нету? Нету. Нету? Ну, не знаю. Ну, ладно, пошли, не надо. Временно. Пойдёмте. Минуточку, знаете, сейчас всё будет. Лёгким движением руки Фроси двери открываются. А как это ты так дома оказалась? Ну, ладно. Заходи. Да ладно, заходите об уши. А что такое? Заходите. Пошли. 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 Ты обойся. Все ходят об уши. Пошли. Прости, прося. Пошли нас ради Христа. Заходи. Да. Боже, милостив, будни грешеный. Господи, помилуй меня. Бесчиславец я грешил, Господи, прости меня грешеного и помилуй. Аминь. Мир вашему дому. Мальчишек нет? Это что под ногами? Наступят, сломают, убрать. Ну рассказывай, где что? Да, вот. У вас туалет же наружу есть, а тут-то зачем? Здесь зимой. Зимой здесь. Ну ладно. Так, где спите-то? А вот здесь спят маленькие. Это кто спит наверху? Наверху спит Нестор, снизу Аня. Снизу Ваня спит. Ваня спит. Так. Здесь папа спит. Иконы. Нет, сейчас он здесь спит. А это кто? Папа спит здесь. Вот папа здесь спит, вон там его рабочее место. А сказали, что наверху? Нет, тут не наверху. Видишь как, не точные сведения. А вы где? Я вот здесь сплю с нижней, а тут пусто. А Енафа где? Когда Енафа дома, она спит снизу, я наверху. Понятно. Вот так. Такой мастер отец. И все запустил. Во дворе ногу говорит, сломаешь. Ну все, пошли с Богом. Помоги вам, господи. Это ваша кухня? Да. А который покупали-то? Вот этот? Вот этот, да. Тут не прибрано, я уберу здесь. Ну понятно. А почему? Это моя водчина, да. А почему у вас так немытые, кастрюли стоят все это? Ну потому что... Да. Я вот один остался без Володи. У меня ни одной кастрюли. Больше часто не бывает, чтобы она была не помыта. Обязательно. Да, понятно. Собакам борю, кошкам. Ну ладно, пойдем. Ты трезвая сегодня? Я тоже. Разумеется. А что-то случилось? У вас протекло или что? А, канализация переполнена. Так, что там? Поэтому сейчас с этой не пользуемся. Канализация переполнена сейчас. Эту проблему надо улаживать. Откачивать, да? Да. Так, выходим. Не будем мешать. Сейчас вот у вас здесь мокнет дом. Да. А говорили, у вас большая собака. Какая? Где она? Собака где была? Большая собака. Большая собака, говорит, такая страшная. А, черная? Да. Черную мы отдали. А вот эта собачка, которая лает рядом? Это ее сын. Кто дал? Это ее сын, большой черный. Понятно. А кто вам ее дал? Большую черную собаку дали. Он нам дал знакомый моего отца. Так, а это от нее у вас здесь она родилась, да? Да. И еще одного щенка мы отдали нашим соседям. А что так у вас много мусора-то здесь? Не подметаете никогда или еще? Здесь подметаем, но не часто. Потому что здесь прихожая. Здесь обычно вот разувается. Тут надо несколько раз в день. У-у-у. А тут под ногами-то еще есть. Я один живой и метелкой подметаю раза два в день. Должно быть везде чисто. У вас все-все-все заставлено. Неправильно это. Кто-то должен взять руководство над этим. Как собачку-то? Двери снаружи не закрывают? Не знаю. Пойдем. Собачка хорошая. А машина-то у вас не работает? Машина не работает. А почему? Папа что-то с ней разбирается. Разбирается все как не разберется. Она давно у него так стоит. Печально все это. Понимаешь, вам в таком месте, так живете, такой воздух. Только жить да радоваться. А вот эти дрова ваши? Видите? Да. Это весной обрезали, чтобы линию передачи не задело. А-а-а. Видишь, другого-то хозяйства нету. Это можно все прибрать. Другой-то работы никакой нету. Это мост общий. Видишь, как маленько прибили. Провалилось, а уже сделать никому не надо. Так, ребята должны сделать выбор. Потому что через даже два раза, если без причины не были, уже закон изгоняет из церкви правила. У нас на стене вывешено это соборное постановление. Мы не тянем, еще раз говорю. Но и нарушать не позволим. Вам нравится мир, живите в миру. Мы никакого отношения иметь не будем. По пути от роботов нашли тут храм. Ос vertical. Но все и отлично. По поводу метро. По поводу метро. Этиź Tibetan. По поводу метро. Безтрицу. По поводу метроكم. Так, ваше заявление. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 домики аккуратные такие воскресный день сегодня как обходят люди как храм любят все рядом можно ходить все все везде посажены цветы обихожая наградка хорошая настоящая это вот дома вокруг такие еще поехали краса